Доброе утро. Доброе утро. Мир всем. Мирам. Игнатих, начинайте. Он говорит, начинайте. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истинного блажительства Богородицы. Присноблаженная и пренепорочная Матерь Бога нашего. Счастнейший Хюрвим и славнейшего истинный Серафим. Безысление Бога, Слово Рожешую и Сущую. Богородицу Те величаем. Слава Отцу Сына и Святому Духу. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресе измертвое. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради Пречистой Твоя Матери и Силы Честного Житворящего Креста. Святых Ангелов наших Хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благослови. Аминь. Боже, милостью, будь мне грешному. Создай Вами, Господи, и помилуй меня. Без счастлива, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Иисусе Христе. Божий 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 Святой Крепкий и Святой Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий Святой Крепкий и Святой Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий Святой Крепкий и Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай на мною каждый день и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от Много, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Встав после сна, преподаем к стопам Твоим благе ангельскую песню. Возглашаем Тебя сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна, Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце. Открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем Богородице, помилуй нас. И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно пройдет Судья. Идеяние каждого обнаружится со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Святейшее Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Владимир, читаю псалом. 89-й псалом. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тлене и говоришь, Возвратитесь, сыны человеческие, ибо предачами Твоим тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнение муносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы смятение. Ты положил беззаконие наше перед Тобою и тайное наше перед цветом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наши — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твоей по мере страха Твоего, научи нас так счастливать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, да коли умело сердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших спаспешиствуй нам. В деле рук наших спаспешиствуй. Живущий под кровом Всевышнего, под синем всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которую я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его, не убоишься ужасов ночи, стрелы летящей днем. Язвы ходящему мраке, зараза пустошающий в полдень. Подут подли тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует на тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебе, да не прикнешься камень ногой твоей. На аспыда и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услыша его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготую дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. И избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подпригаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни Спаси, и преподая их к стопам Твоим, называя их Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милостердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня. И веди в царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец, источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти, и всякого вражеского зла. Ты сам, владыка, Творец всего сущего. Удостой меня пресвяти Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи вседержителю Божия сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долги земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясноведующие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие и сострадания Твоего. Творим Тебе из нечистых уст и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, с волной мысли, вольной и невольной. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и отрезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его. Да найдет у нас нележащими, сонными, но бодрствующими и восставшими среды исполнения заповедей Его. И готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел, Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного несчастного раба, твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверно-лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца, повроченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов, и Твое прочистое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Владимир, Юрий, Сергий, Андрей, Вячеслав, Янис, Татьяна, Ольга. Ибо мы усердно, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами, благословен плач чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наши. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного родителей моих братьев и сестер, родственников и начальников, благодетелей и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага, и не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои дары им, здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей и всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Словом. Достойно большей почести, чем Херувима, и несравненно славнейшего, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божьем, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных, богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Игнат Тихонич, молитесь. Господи, помилуй. Митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священна Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Засима, Андрея, Максима, Владимира, Глеба, не дай погибнуть, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона. И весь священник, щаскина, щаскичина. И высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Нам дай щас, священника, если угодно, тебе смири власти воинства, и наведи страх твой на них, и сохрани их от подкушения. Дабы мудро управлять над народом, добрые законы издавали, создать достойную жизнь людям было, из чего уделять нуждающимся. Владимира, Дмитрия, Данада, Рамзана, Петра, Азагена, Аммана, Мурсултана. И дабы мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И приготовь земли к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отсутничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. И дай всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха. Сохрани и помилуй нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря Сверхимова, обратил Владимира. Благослови Людмилу, любовь Владимира, Алексея и Иосифа. И пречи добрых жителей с детьми, сохрани школу. Спасибо и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Агварину, Никитовича, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину и Рашид. Пределы общие, побои всех. Распространение благо и вести. Спасибо и помилуй Валентину, Екатерину, Надежду. Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Анну, Нину, Юрию, Рахилю, Ездру, Сергея, Сергея, Александра, Александр, Екатерина, Ирину, Ирину. И всех, с кем мы познакомились, Кому возместили слово истины. Спасибо, Господи, и помилуй. И возри на угрозы врагов, Разруши их замыслы на злое творимое. И в судный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Евгения, Сергея, Виктора, и всем знающим. Господи, даруй силу перенести страдания болящим. Почтим исцеление Валерия, Иллариона, Кирилла, Владимира, Игоря, Надежду. Спасибо. И нас помилуй, милости Твоей ради. Благодарю Тебя за здоровье и за болезнь, за друзей и за врагов. Ибо все свое время окажется на поле по Твоему благоволению. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Обрати на путь покаяния отступника Михаила, Николая, Александра, Юлии. Не дай им погибнуть. И благослови благодетелей наших, воздаем добром. Содействуй, спасение их, Елену, Людмилу, Нианилу, Юрию. Эдуардов, Евгения, Наталья. Это наше сокровище в интернете. И книги здесь их пути сохрани. И трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора. Сергея, Сергея, помогающих Андрея, Андрея, Валентина, Дмитрия, Вячеслава. Ты нас хранил в пути, Господи. Воздаем добром всем принимавших в нас содействующих. Павла, Зинаиду, Владимира, Валентина, Екатерина, Людмилу, Надежду. Благослови. Воздаем добром. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Обрати на путь покаяния, спасения, Симопея, Тимофея, Мартина, Александра, Германа, Леонтия, Симона и Алексея. Найди, Господи. Предстоящая встреча, если она должна быть самустрой, и все расположи. Максима, благослови, укрепи, сохрани. Защити от творящих злоя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Дай все наше родство. Издокия, Валентина, Ирину, Татьяна, Марку, Нину, Ольгу, Ирину, Мария и Татьяна. Добой в сей день днем благословения и радости к Тебе. Да мы во всем доверялись промышлению Твоему о нас. Слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Могослови путешествующих. Хараи, Сульва, Иоакина. Ну и Виктора, Виталия. И Романа из Лавиа. Духа лжи, зла, упрямства. Не дай ему погибнуть в ожесточении. И беснования. Слава Тебя, Господь, 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 Саваовов. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышнюю Богу. На земле мир в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов на канонной церкви. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Своими. Ангел Христов, хранитель мой святой, молиму Богом негрешим. Благодарю Тебя, Ангел, стой коллектив хранил, защищал от видимых и невидимых опасностей. И прошу Тебя, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христом, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать, никогда не ротать, быть во всем экономным. Прославляю Тебя за то, что есть. И каждому дару жилье Сергея Гавриева не устроит. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриарх, Ездра, Нееме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Напан, Дани, Вотрф и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иахов. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставлен с неготовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными Илья, добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургены, серафимы, сенебесные семьи, престолы Божие, и предстоящие, и святые апостолы, Петр Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Ана. Не дарут Господь нам жажды исследования священного Писания и жить по Нему. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Селинский истинный философ, Космайдом, Иоанн Андреевич, Тротилат и Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеином, Сорок святых мучеников, Сар Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, да и веру, И устраши родителей, и строкнулись в стадии. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Таус, Апанасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Пеодосий, Корниль и Мил, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Сорокский, Иоанн Тобольский, Иоанн Хрештавский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Авдайский, Филарет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь в святой православной вере, А замыслы и ретиков, Разбей и мечтой преврати, Дабы не совращали людей от спасения. Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Фёкла Первомученица, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер Софию, Наталья, Адриан, Варвара Екатерина, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроник Июня, Киприяна Устин, Молите Бога о нас, Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохраних от всяческого поругания, и справки покорилось, Галина из семейства и Евгений, надежды, надежды, святой, надежды, милые Иоанны, и прими нашу молитву, воздяния рук, как жертву вечерней, благолухания, приятная перед престолом, благодати Твоей, Господи, и соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Господи Боже, услыши, и прими, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец и Невеста, прими нашу молитву, исполни о всех заповедавших нам, молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя, говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой, Субтитры, Доброе утро. Сегодня, господи, владыка живота моего не считается. Только завтра вечером опять считается. И опять поклоны земные будут. Вот так. Немножко поговорить о спасении. Вот я гляжу, многие уже священники выходят вопросы отвечать. Возьмем самые такие известные. Это Осипов Алексей Ильич, профессор. Смирнов, отец Дмитрий, Ткачев, отец Андрей. Вот я говорю, то что сразу осуждаете. Не надо ничего говорить. Вот за куток забейся, закройся там кошмой какой-нибудь, чтобы свет не проникал. Потому что это говорим-то для того, что люди-то ходят к ним, чтобы они видели. Когда ты идешь куда-то, вопросы тебе какие-то задавать. Вот вчера я ролик тут написал еще, сегодня не поставил. Да, поставил. Как вопросы по Библии отвечает сама Библия. Но они таких слов даже составить не могут. Такое предложение им не сказать. Вот я привожу в празу Кирилла Иерусалимского. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Но ни один не скажет. Ни патриарх никто, ни папа ни один. За 2000 лет ни один не сказал. Вот один человек сказал и почему. Не верьте мне, если слова мои не сходятся с Библией. В первую очередь живая перед ним стоит аудитория. Вы не верьте. Он очень рисковые слова говорит. Во-первых, он должен знать Библию от А до Я. И правильно понимать ее. Толкование святых отцов. И чтобы люди могли сравнить, они должны знать. Так они не могут знать, как ты. Иначе бы они к тебе не обращались. Что-то где-то как-то сомневаются. Но эта работа-то не одного дня. Притом навсегда эта работа идет. Ежедневно. Если тебя Господь вывел на путь благовестия, ты вот эту празу внутри себя и ее так отшлифуешь, чтобы она сияла. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Они говорят, никогда к этому не обращаются. То есть они понимают, что люди пришли к ним. Вот он гуру, гуру, гуру. Гуру это учитель слова. Другого-то нет перевода-то. Он думает по-иностранному сказать. Ну ладно. Вождь народов и вовсе Сталин. Ну согласны? Ну да. Ну как? Все согласны были. А теперь, скажем, фюрер народов Сталин. Уже никак. А фюрер это слово то же самое. Вождь. Ну по-итальянски там дуще. Ну что же так? Это прямо уже слово-то то же самое слово, но в другой обертке уже они его не узнают и боятся. Фюрер, это уже ругательное, это страшное слово. А это вождь, вожди народа. Фюрер не один. А что, спаситель один? Нет. Господь посылал спасителей. А слово спаситель означает Иисус. Дальше-то рассудить-то. То есть, когда в народе была какая-то беда, они обращались к Богу, и Бог давал им вождей. А какие? Павел перечисляет их там, перечисляет там Иефа, и Гедеон, какие были люди, даже Самсон. А у того Самсона, кроме выпивки, да баб ничего и не было в жизни-то. Воевал да убивал. Ничего нету совсем. Ну, последний день вот так отомсти, отомстить. И с этой местью он погиб, вместе с тем, кого убивали. Ну, для еврейского народа, да, национальный герой. А так-то что, самоубийца? Дай силу мне я. Из-за бабенки какой-то потерял все. Все я и выболтал о себе тайну. Ну, это к примеру, просто говорю, чтобы были внимательны. И вот обращаются к этим, кого я назвал, а их таких-то сколько мне показывают, там перечисляют. А у нас вот такой-то батюшка. Да я вижу, там выходят все новые и новые. Пришли не к тебе. Вопрос этот-то... Как-то поставь, так, чтобы он к тебе не ходил. Люди пришли не к тебе. А они пришли через тебя узнать волю Божью. А воля Божьей в Святой Библии. Вот и вопрос-ответ. Ну, чего он ответит-то, когда он не знает? Не знает. И что, Иларион Алпеев не знает? Такой музыкант не знает? Я говорю, не знает. Иначе бы он отвечал по Библии. Он кроткий, смиренный, все, но за этим кроется тьма. Я не только о нем говорю. Люди пришли к Богу. А тебя Бог избрал, чтобы волю Божью им изъяснить. Все на этом? Если слова мои, которые я сейчас выпускаю, они не сходятся с Библией, не верьте мне. Вот на это на себя настроить надо. Вот выступает сектант. А что? Уважаемый мною, я его книги начитывал, Павел Иосифович Рогозин. Не Рогозин, а Рогозин. Кто же этот? Существует ли загробная жизнь? Совокупность совершенства? Это его. Те книги, которые издавали баптисты. Хорошие книги. И вдруг новый появляется он. Я даже не поверил, что это его. О заблуждениях в православной церкви. Ни одного ответа нет правильного. Ни одного. Под его именем, под авторитетом. Павел говорит, не смущайтесь ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. То есть подписывает Павел, а Павел говорит, я и знать об этом не знаю. Ну, так делает, подделывает. Слово православия возникло в 17 веке. Это как же так? В 17 веке. Это авторитетно. Я теперь заряжаю, занимался соборами. Я говорю, вот в первом веке апостольское правило относится к началу второго века. Появляется слово это. Дальше, по порядку, в каком соборе, сколько раз, в каком правиле. Ну, более обширного, более точного не даст. Вот обратитесь сегодня к Осипову и скажите, слово православие когда возникло? Конкретно документ, он не покажет. Откуда вы знаете? Да так я сколько слушаю его. Он знает там, нет, а он профессор такой грамотный, там знает, он знает, как угожать власти. При коммунистах профессором был. Вы вздумайтесь в это. 82 года, бритый в мастонском галстуке. Что еще тебе доказывать-то? И он говорит так, чтобы никак не тронуть. Он правителя никогда не тронет, патриарха не заденет. Он в ад-то не верит. Его монахи там сжигали эти книги, книги и эти диски, которые есть. Временное мучение. Я согласен. Пусть оно временное будет. Я тоже этого хочу. Но ты докажи по Писанию. Ты считаешь 25 главу Евангелия от Матфея. И пойдут все в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Слово вечное и то, и другое. Если нет вечного того, то нет и другого. Или в одном предложении слово вечное имеет разный смысл-то. А как вы думаете? Да и что мне думают? Я не учитель. Я печник и сторож. С минимальной пенсией. Бомжа. Ты спрости их. Сколько он за это пропестерство получил за свою жизнь-то? В какую цифру это выльется? Сколько он перепортил-то священников-то? Которые священники учились в семинарии, в академии, они все порченные. И он знает, что они людей не крестят. Главное – таинство. Таинство, которое у себя ввел даже лютер. Крещение при чещении это взял. И он не говорит, что все перешли уже давно на католические рельсы. Ну, какое крещение? Что значит крещение? Он что может ответить? Каждому, который семинарист заканчивает, не заканчивает, рукополагает, ему дается эта книга. Она маленькая, в карман. Требник. И там написано «Крещение, есть такое таинство, в котором человек троекратно погружается, погружается в воду. Человек, волосы принадлежат ему, конечно, значит, с волосами. Руки принадлежат, значит, ни за что не цепляется и с руками, и с пальцами, и с ногтями. Человек, трижды, с произнесением слов «Во имя Отца, Аминь!» и Сына Аминь, и Духа Святого Аминь. Посмотрите, как они крестят. Патриарх держит ребенка, одевши, все, и все улыбаются, стоят. А правило прямо гласит 50-е апостольское. Еще соборов не было. Если крестят и не в три погружения, да будет извержен. То есть они все извержены, они все безблагодатные. Они никакие Ваньки-Мишки, если так рассуждать по канонам-то, если верить святым отцам. Ну, нельзя же в наглую все это делать. Вот сейчас Максим Степаненко это все там расколупал и печатает. Мне говорят, ну, смотри, он прямо из ваших книг берет. Ну, и что? Какой ему ущерб-то? Я тоже беру из этих книг. Конкретно 6-й Вселенский собор, 14-е правило, 15-е. Если будет поставлен рукоположен до 30-ти летнего возраста при свете радиакона до 25 лет, да извержится, вальсамон толкует, арестит, все одинаково толкуют, все абсолютно одинаково, что это наказание за то-то и то-то, что он рукоположен раньше сроков. Это правило, в Стоглавом соборе повторено дважды. Ну, правило-то правило. Из-за этих правил бьются и Никон, и Аввакум, и оба рукоположены до 25 лет в пресвитера. Бойцы, настоящие, подвижники, монахи. Ну, один монах, а другой Аввакум такой. Ну, и еще. Ну, оба извержены, и больше ничего не надо. Если они не изверженные, тогда надо сказать, каноны неправильные, убрать их, а на них вообще не обращают внимания. Вот архиереи, рукополагая, тут здесь у нас были, когда я сказал, а архиерей сидит здесь же. Ну, я рискую потерять его расположение к себе, но на суде Божьем расположение мое будет мне погибель. И я говорю, вот, 3 февраля у нас здесь было батюшке Аввакима, 40 лет его служения в Сане, рукоположен. Смотри, до 30-летней рукополагайся, а архиерей рядом сидит. Понимаете? Я ничего не могу сделать, я не имею права ни говорить, ни говорить, у меня здесь десятки препятствий. За этим слишком много, я теряю. И все-таки я должен сказать, как же так? Зачем вы их рукополагаете, сосунков таких-то? Но любое правило, оно не имеет объяснения. Дай, аминь. Больше ничего не надо сказать. Ты выполняешь или не выполняешь. А этому правилу дается пояснение. Как бы преграда, как бы щит, стена. Ибо и Господь Христос вышел на проповедь 30-летний, до 30-ти лет это считается юноша, отрок. До 30-ти лет. И Христос раньше не вышел, потому что закон был такой, он не имел права выходить. Здесь подряд, во всех епархиях, если не в три погружения, они в священники сегодня, 99% извержены по канонам, безблагодатные. Мошенники. Согласно канонам, я не называю так их. А вы как их признаете? Я признаю, я такой же грешник. Седьмой Вселенский Собор, третье правило. Если в рукоположение было, там ставят мирские люди, на это дело там как-то побуждают, и через них, да будет извержен. Все до одного архиерея прошлое, до единого, 100%, через мирскую власть, их перетрясали. Десятки раз и ставили, и власть давала указания, кого патриархом избрать. В этом патриарх, то он не согласился на жеребий, как Тихон. Он никак. Потому что тут они могли. Три кандидатуры, одна себя сама убрала, а другая она авторитетом не пользуется. Ну все. Они побуждали, чтобы он снял эту кандидатуру. Но третье-то, жеребий слепого там привезли, какого-то Алексея, сиськи монаха, и там где-то в шапке, или где он руку засунул, три там, три. Ну что я? Три-то они все в капсулах, бумажке-то. Теперь он перебирал, перебирал, все молятся, кого же он достанет. Ну по количеству голосов Антоний Храповицкий занимал недосекаемо высоко. А самое малое было у Тихона. А он в Америке был тут, он не авторитета, ничего не имел. И он достает, может быть трясется там, подает, разворачивает, все замерли. Ну кто? Вот сейчас, он уже все избран, уже все в руке, вот в этой капсуле, бумажке в этой. Но, еще не просчитали, наконец, он разворачивает. Тихон. Ну еще, Аксиос, Аксиос, Аксиос. Тихон. А Тихону сразу Господь положил показать. Свиток по Захарии. Летит свиток, и на нем написано, беда, горе, проклятие. Этот свиток уже поднесен. И так ему будет. Он какое место из Писания-то взял. А вот все теперь закончилось. Там красношлемые витязи стоят. Шлемы-то это для царской армии шили. Это они их надели-то на себя. Им понравилось. Они, видите, какой им шишок на голове. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. А теперь куда поставить? Как? Вот вчера ко мне зашел один. У него вопросы готовые по Библии. Ну, раз по Библии, я говорю, постараемся упростить, чтобы Господь ответил. Ну, вот то и то там говорит, там открыто Господь говорил, а кое-что говорил, никто не слышал. А в Библии написано, и отойдя на вержение камня, он говорил, а ученики-то спали, никто не слышал, как он молился. А написано, вот откуда-то мог знать Иоанн. Это первый вопрос у меня говорит. Я говорю, а теперь скажите, вы считали, молодая гвардия Александра Фадеева. Я так и не понял, читал или нет. И там написано, перед казнью Олег Кашевой-1 находится в камере, и Фадеев описывает, что он думал, который он даже вслух не выразил. Откуда Фадееву знать, о чем он думал? Олежек-дролежек, мама его так называла, и далее он прощается с жизнью, и он говорил, где вы видели? Может быть, он в ногах валялся, но ему же не простили, потому что были немцы убитые. У того тоже закон был, таких расстреливать. Откуда он взял? Ну, вымесил автора. А в Писании нет вымысла-то. Там написано, святые, божьи, человеки, и буду жить движим, и духом святым. Я говорю, скажите, вот мы сейчас с вами разговариваем, через год вы можете припомнить, день, час, как мы разговаривали? Ну, он еще думает. Я говорю, да я бы даже думать не стал. О чем думать-то? Нет, конечно. Ладно, я веду дневник, 60 с лишним лет, дневники. Я в дневнике посмотрю, я себе записал. А как? А теперь слушай внимательно. Апостолы ничего не записывали. Они не были корреспондентами никакими. И однако Матфей через пять лет, пять лет, самое строгое гонение, вся иудейская страна поднялись выловить этих рыбаков-то, да задушить их. И он через пять лет начинает писать Евангелие от Матфея. И мы каждому слову верим, каждой запятушке, дороже неба, земли, а одна йота и краткая. А Марк пишет, через семь лет, да сам-то Марк-то не ходил со Христом. Юноша, который завернулся там, покрывал его, бежал, схватили в Герстианском саду-то. Считается, что это Марк был. Среди ночи-то услышал там такой шум, крик-то, и он вышел из постели прямо. Проходит в два раза больше времени, пятнадцать лет, и Лука пишет подробности, которые нигде не записанные. И пишет такое, вообще даже, что думал Иосиф, а Иосифа уже живого нету. Ну, откуда ему знать? Я говорю, Моисей откуда знал, написал, вначале сотворил Бог небо и землю. Не землю и небо, а небо и землю. И переставить нельзя. Вначале небо сотворил, потом землю, земной шар, а потом можно начало обихаживать его. Как он мог знать? А Моисей-то жил через 37 тысячи лет после Адама. Как? Первая книга Моисеева. До Моисеева вообще не писали, ни одной строчки нету. А Иоанн пишет через 35 лет. До 35 лет вообще ничего в голове не остаётся. Это в голове, если она не повреждённая ничем, тебя не били колотушкой, не блудничал. У блудника дырявые мозги. Блудник скудаумен. А это девственник. И как он мог это всё запомнить? Никак. Писали святые божьи и человеки, будучи движимы Духом Святым. Ручку взял, обмахнул, а дальше двигается рука. Вот так. Ну, вы так утверждаете определённо. Я знаю это. Я знаю. Меня вот сейчас спрашивают, то, что у меня стихи, не стихи называется, а проповеди стихах. Каждое 9 куплетов. Чтобы 9 куплетов, даже 10 стихотворений по 9 куплетов вы не найдёте. А чтобы напротив каждой строчки Священное Писание было указано, откуда мысль взята. Мысль. Книга, глава, стих. Ну, мои стихи, если не знаете, я вам скину. И не один стих, а 3467. И написано с двойным, с тройным подтекстом. С такой додальной экстраполяцией, называется, переноса событий на сегодняшний день и конкретно к читающему. На всё, что ты... Они же не об одном и том же писались. И как писали? Вот это я не могу ответить. И у меня черновики есть, и ни одной помарки нету. Я просто пишу готовое. Да это не может быть. Ну, люди не знают, много или немного. Я ещё раз говорю, полностью Пушкин, всё, что за жизнь написал, что Лермонтов, что Некрасов, что Блок, так это у меня больше, так у меня за 9 лет это написано. А что это такое? Не знаю, я их даже стихами не называю. Но когда я засчитал председателю, секретарь там этих, поэтов здесь, и в Москве, в литературном институте, Лев Ашанин вёл там литературный кружок. Все, а где вы берёте эту тему? Такая тема. Я её ещё беру. Мне её подкладывает Господь. На молитве одна фраза у меня, как высветилась, одна, как строчка. К ней эпигропа нет ничего. И я её запишу, прямо на молитве запишу. Как хочешь молиться, я её забуду. Я знаю, что я забуду. Это напоминает мне музыканта Вивальди. Он священником был. И ему и там фуги-то эти подходят. И во время службы он прямо на престоле бумажку кладёт и скорее записывает. На него жалоба папе. Это... Видите, это... Сожгут его. И все понимают, он что делает-то? Он на престол положил, где тело и кровь Христова, какую-то бумажку. Это вообще неслыханно. Но папа оказался на уровне. Он говорит, да бросьте, эти стихотворцы и музыканты, они не совсем такие, как мы. И какие, благодаря этому папскому голосу, сохранились произведения, перед которыми человек находит сам себя. Это я говорю о стихах. Вы с себя много говорите. Вы спросили, я отвечаю, что такое, я на практике знаю, что такое быть движимым Духом Святым. Тебе это... Ну, но тема уже известна, я тебе сказал. Вот. Я о чём написал. Теперь ты уже ознакомленный, а я до этого могу не говорить. Напиши мне стихотворение, которое люди сейчас нас слушают, конкретно. О печке. О печке. Дальше, об окне напиши. Об окне? Ну, только я-то и понимаю, как сразу скидывается. А что об окне писать? Не всё. Теперь ты идёшь, сгорелая роща, я пасу коров. Роща сгорела ночью. У меня стихотворение, одним дыханием я её написал. Какую бы открытку ни увидал, у меня на неё сразу стихотворение высвечивается. Я успеваю только записать. Как это? Не знаю. Да они несовершенные стихи. Да никакие они-то не стихи. Но это проповедь, это все признают. 36 строчек. 36 раз надо открыть Библию, чтобы найти указания, которые показывают. 36 строчек. И 36 раз перелистать Библию. В мировой практике, в литературе, в стихотворении этого не было нигде, ни у кого, ни у какой нации. Не было. Ни у Пушкина, чтобы строчки обозначить местами Писания. Что? Во-первых, Писание не знали, ну, а в-третьих, оно написано точно, шуршало платье у Татьяны. Ну, шуршало за фашистое платье. Ну, дальше-то чего? И вот она стояла так, и он там, ну, пишет. Что пишет-то? Ну, прочитаешь, даже не поверится, как один недавно студент здесь, в Барнауле. Стихи там засчитывал, литературный кружок, он стал записывать. Стихи, да, что-то такая скабризность такая. Он говорит, я это выписал у Пушкина. Да вы что, да разве Пушкин писал об этом? Какие холмы сзади у женщины, и как он щупает там. Да? Да не может быть. Это скрыто. И меня допустили в этот архив, который в краевой библиотеке именно Шишкина, Шишкина, в Барнауле. Я, говорит, оттуда это выписал, стихотворение его. Вот это второе, вот это третье. Да не может быть. А Гаврилиада? Ну, Ивану Баркову подписывают. А ну, Пушкинский стиль, всё. Я к чему говорю? Втисните в Библию. Слова стихотворения должны соответствовать библейским сюжетам. Нет этого. Да будет мне по слову твоему, матерь сказала. У меня на это стихотворение. Ныне отпущаешь и раба твоего. У меня стихотворение целиком, но на сегодняшний день, то если 3400, ну, пачка продаётся бумаги, на которой печатает, на ксероксе, 500 листов. Это 7 пачек. 7 пачек, и всё карандашом, всё экономил, ручка записана. И ни одной помарки нету, нигде. Перечеркнуть, как у Пушкина десятки раз, я хотел то-то сказать, как это так. А вот это так и писалось. Библия, Библия толкуется. Это бремя на мне легло, и оно позади. И вдруг я сразу раз отрезал, писать больше не буду. 4 тома по 800 страниц. Каждая страница Библии, стихотворение 36, и с эпиграфом из Священного Писания. Все до одного. в которой выражается в сжатом виде смысл всего стихотворения или этой проповеди в стихах. Слава Иисусу Христу! Вот так. Как это понимать? Повторяю, понимать нельзя. Можно судить, отрицать, поносить. Можно, но сделать нельзя. Ну, сделай тогда, напиши. Напиши, чтобы по 9 куплетов было на темы на такие. И не кто-то, а поэты, известные поэты, заслуженные, они вот так аж отшатывались от меня. Это вы, это ваше стихотворение. А у него уже 96 книжечек, ну, небольшими выходит. Вот у нас был Марк Иосифович Юдалевич, председатель этих, или главой писателя. Он 90 с чем-то лет жил. Мы сидим рядом с ним, и он, когда я ему одно стихотворение прочитал, так он уж воздрелся. А что же не печатаете? Я и не знаю. Я ответить не могу. Теперь они у меня в книгах все помещены. Притом, плагиат, когда люди воруют что-то чужое. Один эпизод, говорю, у нас и Тихий был епископ, у него брат Михаил, там, пресс-митер. И он приехал, и на крыльце стоим у батюшки. Он говорит, вы стихи любите? Я говорю, да. Он, давай стихотворение одно. Вот послушайте, стихотворение хорошее. И он прочитал, я говорю, да, это человек знает писание. Он написал там об Самуиле. А кто написал, не знаете? Я говорю, нет. И никогда не слышали от стихотворения. Что-то как-то напоминает мне, я говорю, как туманно. А он разулыбался, там, рада, ниже газета открывает, а внизу подписано Лапкин, Игнатий. Я? Чего же ради-то? То есть, чужое на себя плагиат. Но если свое, я отказываюсь, я даже не знаю, антиплагиат назвать. Или как? Стихотворение такое, зрелое, это мне не написать такое. Я не поэт, не писатель. Сохрани бог, меня называют поэтом. Назвали я там... Какой же я поэт-то? Я печник. Я о печке написал стихотворение. Ну, то есть, нет темы, на которой бы я не коснулся. Птицы, воробьи, голуби. Вот. Ну, все. Будет ли в вечности голуби, как я говорю, и будет ли голуби, над ними царственно орел реет. Это слова такие. Ну, считает писатель. Поэту я просчитал. Он... Как же это? И он не может даже сказать. Он в ступор впадает, слыша это. Я и сам не знаю. Прочитает стихотворение два-три раза. Говорит, ого, тут сколько один у меня. Потом еще просчитал. Надо же. А потом в третий раз просчитал. Говорит, да ты наглец, говорит. Я говорю, а как ты узнал? Да вы тоже-то это такое скрыто. Я говорю, да. Но это я сам потом только нашел. Я не отвечаю за это. Моя рука писала, но я не знал, что там это скрыто. скрыто через этот образ. Через перенесение, через три тысячи лет. Понятно, говорю, а что это молитва? Это все достигается на молитве. И на молитве о гордыне, прелесть. Я этих слов не знаю. Даже ни гордыня, ни прелесть. У меня должности никакой не было. Наград никаких никогда не было. Не считая, там на бумажке напечатали благодарность в тюрьме, что я с заключенными там вожусь. Нигде никогда никакой нету, ничего нету. Им есть за счет держаться, должности, оправдывать себя. Я говорю о молитве. И поэтому я могу сказать, о которой сказал, они не скажут, потому что не молятся, как должно. Они приходят, стоят, видят. Но вот как мы, с воздеянием рук, и ждать ответа от Бога, не знаю. Судя по тому, что они говорят и делают, вот которых я называю, самые такие маститые сегодня выступают. Он говорит, заливается соловьем. Ну, прямо столько говорит, и мало-то, в другой начинает еще там грубости откидывать какие-то. Он не может подтвердить то, что есть. Вот это я вчера на один вопрос, когда ответил, столько всего там есть. Второй вопрос человек задает. Второй. Вот говорит Господь, а прощаются тебе грехи твои. А если он сказал уже прощаются, значит, прощение было до распятия, а тогда распятия зачем? Видите, вопросы хорошие. Ну, такие, я не знаю, кому как, но мне они кажутся, в самом вопросе уже ответ. Так выражусь. Иоанн крестил, говорит, для прощения грехов. Иоанн крестил прощение, не было никакого прощения. А почему? Подводил ко Христу, в котором прощение будет дано после его смерти. Тут надо же все понимать, как говорится. Я вот это залился, говорится, тут отвечаю. Может, никого и нету? есть, 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 есть. Вот один, есть. Вот Сергей Евтушенко. Так, Сергей Евтушенко, вопрос сразу, попутно задачу хочу. Я попросил одного из нашей администрации, по нашим ресурсам, проверить Ютуб, там, 14 тысяч, 491 ролик. Ну, 14,5 тысяч роликов у нас. Посмотреть, какие ролики под замками стоят, я не знаю, администрация там. И он насчитал, чуть ли не 450 роликов, которые стоят под замками. Я не знаю, почему. Я сегодня два выставил. Как мы были в Беслане, в Буденовске, где там убивали людей, ну, там, захватчики, скажем так. Ну, раз он их открыл, значит, они должны появиться в счет. Я проверил, на канале они в счете нету. Выходит под замками, тоже система берет в счет. И меня вот что заинтересовало. Если он их открыл, они только сегодня появились. Так. Будет ролик. Вот новое сейчас, как о Глебе Иконине, наверное, не будет. Потому что пленки лежат где-то даже, ну, 16 часов. Интервью я брал у него. Это и диссиденты, сколько он отбыл. Александр Томенин, дня не было заключения, которое есть. Сети, которые сегодняшние, ни один не был. Ну, может быть, где-то найдется. Притом, на больших катушках, средних, 375 метров. Каждая катушка 8 часов 20 минут. И эти катушки очень ценились в КГБ. Я, когда вернулся с Москвы, ну, просто так отнять у меня уже нельзя было. И Глеб вернулся из заключения. Я, мы с ним встретились вместе, сфотографировались. Фотографии есть. С Александром и Менем нас фотографировали много, и ни одной фотографии нету. Ни одной. Где-то они у кого-то. Человек, который снимали, его еще отец Дмитрий Дудко назвал Екатерина II. Почему так, тоже не знаю. Ну вот. О чем я говорю? Игнать Тихонович, говорят, что эти ролики были раньше на канале. Были они с Глебом Якуниным. Куда они делись-то? Они были на катушках, но... А, нет, не с Глебом. А где ты, Сергей, слышал-то? А Сергей-то где слушал? С чего? С Бесланом. С Бесланом он слышал. Ну, вот с Беслана. Где-то слышали они, они под замком были. Мне вчера их сняли замки, я их сегодня скачал и выставил. В Беслане там уже не одна беседа была. Заложница я беседую. Это ценный материал. А там, когда я говорю в Беслане, в Беслане там мужчина один поясняет, который все видел. Откуда снайперы стреляли, где были. Мы там были, ходили по этому залу, все есть. И они у меня были отдельными эпизодами. А тут соединены вместе. Многого нету. В библиотеке как давали книги. И вот интересно, одна там женщина была, когда книги я им передавал в библиотеку, она, видимо, библиотекарь. Видно, что она была очень красивая женщина. Вот просто черты лица, все такое благородное у ней. Но такая печаль застыла, сын у ней там погиб. она говорит и говорит спокойно, а видно, что там написано от этого. Все они как-то беседы. Может быть, где-то были они беседы, не знаю. Но, во всяком случае, из-под замка мне скинули. Вот сейчас выставили мы Александр Мене, выставил-то, Сергей все это сделал, Евтушенко. Спасибо, Христос. Вот. Как обратился Геннадий Фаст, беседа с Александром Менем, большая беседа. Я внизу я аудио поставил. Я-то могу и другое аудио поставить там. И теперь с Амросием вчера сделал, завтра могу поставить. Амросий Юрасов. Это важный человек был. Его КГБ гоняло. Вот. Ну и вот сегодня нас все это в молитве. Вот чтобы не было, все это в молитве. Я никогда не забуду какой-то Попков фамилия его в Москве. Мы у него на дому были, отец Глеб. И ему пришло через кого-то передали или как приглашение. Рейган, кажется, приехал. Ему надо идти на встречу с Рейганом в посольство американское. Ну, первым делом что надо? Помолиться, конечно. И он пожелал видеть его. Не Петерима, не Виналия, а Глеба Яконина. Он садятся за стол, они, он наливает себе граненый стакан водки сорокоградусной и пьет. И пьет. Я говорю, что же делать? На такую встречу ты идете? А пускай знают наших. Вот и все. Наши герои такие. Идет на встречу с президентом державы и хлопызнул стакан. Я уже выезжал, дальше не знаю, какие последствия. Но ясно дело, что он на ногах не валялся. Такая история маленькая. И когда мы сфотографировались, уже видно у него глаза с поволокой. Как раз он выпил, но несколько времени прошло, и мы сфотографировались на память. Он стоит, конечно, без пояса, вернулся, бороды тоже нету. Только что вернулись, мы почти одновременно вышли из лагерей. Вот так. Вот сегодня мы немножко о молитве поговорили. Везде и всюду, везде и всюду эта молитва. Вот спрашивают меня где. И у меня ответ в большинстве случаев об этом деле я не молился. Ваше дело. Я не могу ответить. И ни с тем ничего не можете. Ну, я могу сказать, как я могу утверждать, что так. Так, отдаленно, расплывшито, места писания, я понимаю, по какой теме вопрос. Но ответить конкретно к тебе я не могу. Почему? Я не молился еще. А если молились, и что? Только так. Тоже не могу этого сказать. Но пока только так. Если я отвечаю, к этому подойдет. Даже если он человек не принял, а к этому повернется. И всегда так. Тоже не могу сказать. Может, забыл чего-то. Как утверждать? Это перед Богом. Тем более, не так все надежно. Слишком маленький сосуд. Вот все на этом. Прощаться будем. Завтра у нас утренней молитвы нет. Мы коротко сто поклонов совершаем и уходим на службу, на богослужение. Сейчас где-то батюшка едет тут уже. Ну, все на этом. Сергей, поклон тебе, Евтушенко. Ты так много сделал, такие красивые ролики. Вообще. Никогда даже не думал, что можно так речь в письменном виде в Ворде и так выставить. Все. Сегодня я выставил. Еще будут то, что сейчас Максим говорит натреть разбивает. Длинные очень у него. По-нашему сказать, книга 68 страниц примерно. Ну, все, отошел. С Богом. Слава Христа Сергею пишет. Еще все, отхожу. Слава Христа.